все я перекусил вы на канале tomtom hair и это новый обзор машинка и триммер стайл крафт инстинкт я вложу всю сущность этих машинок всю искренность всю правду и всю чистоту с машинки начнем я уже распаковал я уже поработал машинками примерно месяц машинкой и триммером также три корпуса охуительный черный цвет который мы сегодня наденем я его еще ни разу не надевал смотрим любовься та самая мощная тачка которая сегодня только есть у нее 11 с половиной тысяч оборотов у нее четыре часа работы от аккумулятора и знаете имеет док-станцию я даже не смог проверить так ли это или нет мне вошло в привычку вставить машинку постоянно ее сюда и следовательно у меня сейчас ни один инструмент не разряжается здесь прикольные насадки такие надевая эту насадку на эту машинку все они абсолютно друг до друга созданы но происходит непонятный звук из насадки и вот так с насадкой как будто бы она больше и она начинает и бежать три рычага в комплекте каретка масло довольно такие нужные вещи в один прекрасный момент ты можешь проебать какой-нибудь винтик или как же как и все тачка массово крафта возможность зарядки по микро usb делся нож который не нагревается так сильно как другие ножи без этого покрытия регулируемый рычаг возможность выставления в ноль цена этой машинки примерно 25-27 тысяч рублей за что здесь такая высокая цена здесь цена за новый двигатель векторный мотор с интуитивным регулированием крутящего момента то есть при встрече с массой или большой густотой волос этот движок начинает работать быстрее сейчас это продемонстрирую покажу многие это уже может быть видели можете дать пролистать не смотреть начинает работать сильнее на триммере grel тоже заявляют такую тему но если мы возьмем триммер он становится только медленнее работать то есть я не знаю зачем они пиздят из никакого ускорения не происходит есть мы мы можем услышать это ускорение она работает четыре часа in и чтобы ее зарядить нужно всего лишь два часа также один с половиной тысяч оборотов в этом маленьком приятном корпусе начинают давать таких пиздюлей внутри что она начинает на поверхности какой-либо просто танцевать смотрите и это плюс-минус еще мягкая поверхность из его возьмем жерелку и положим она просто лежит огромный плюс того что эта тачка очень маленькая она очень компактная очень приятная в руке ее можно крутить вертеть как ты захочешь хоть так вот можно крутить ее по всякому по-разному и очень удобно здесь рычаг такой тоже приятный я не знаю вроде как они везде одинаковы делают что на гамма бусы что на рыбу но именно здесь почему-то приятный но это мелочь рычаг пиздатый также здесь stylecraft vapor нож который стоит и на stylecraft рыбу охерительный нож из-за этого ножа началась моя история со stylecraft когда я первый раз им попробовал поработать и просто ему непостижимо было что-то новое что-то свежее такой глоток свежего воздуха в моей работе триммерсов он вот такой здесь пузатенький stylecraft рыба вот идеальный вариант маленький его куда не схвати везде тебе будет удобно и приятно и что самое главное будет как-то знаете вашей работе это все выглядеть по-новому все движения все восприятие здесь тоже все по-новому но вот хуйня широкая блять из такой же нож как и на сейпере стоит все то же самое и он громкий очень громкий триммер громче чем машинка и сейбер массу сносит отлично и даже бороду и можно делать аккуратно потому что этот нож все-таки при каком-то неаккуратном действии может взлететь в пору это бесспорно может сделать даже триммер джерелла любой триммер может я бы не рекомендовал его покупки за эти деньги он стоит примерно так же как и машинка 1024 я бы порекомендовал купить сейбер либо рыбу выглядит все охуитель сейчас возьму и поменяю на черные корпуса и будет еще пиже пока разбираясь сейчас покажу вам как выглядит внутри триммер вот посмотрите здесь вся фишка в том что вот этот вал двигается вот таким образом заметили вообще нет и давайте сравним также с харизмой и это очень похоже на ставок ровности здесь более упрощенная комплектация ну конечно ведь эта машинка стоит всего лишь 8000 рублей а это стоит 27000 рублей здесь все одинаково одинаковые зарядные входы единственное отличается цвет здесь детское дерьмо здесь взрослое говно в принципе все больше здесь ничего нет никаких дополнительно сменных корпусов никаких дополнительных кареток ничего насадка полторашка которая больше похоже на волк здесь у харизмы также на насадках магнита если взять насадку 13 миллиметров от харизмы от вот этой тачки цвета говно самое главное что они подходят на инстинкт и они не дребезжат здесь 240 минут также работы заявлены но здесь написано что она заряжается за полтора часа в инстинкт и написано за два часа то же самое по юсб зарядка тот же самый рычаг на харизме стоит фейт нож плоский точно такой же как на гамма бустит нож здесь цвет говна если бы его здесь не было было бы все черное это было бы топ-1 продаж я думал же самый дизайн везде все то же самое расстояние которое между элементы это детали не перепутать как будто бы сюда что-то попало здесь она чистая на харизме все тоже самое абсолютно замотка такая же ротор здесь все это такое же пружинки такие же здесь все то же самое смотрите сами здесь все одинаково у инстинкта какие-то смягчающие элементы здесь как бы я не думаю что это большую роль играет резиновая поверхность точно такая же здесь лезвия вот это абсолютно тоже точно такое же как говорится как говорит стал крафт я уверен на свою хуйню блять ребята что я сейчас сделаю я возьму корпус от инстинкта повешу его на харизму повешу рычаг с инстинкта золотой тоже сюда на харизму и поставлю золотой нож g-rail стандартный очень интересно попробовать как будут эти обороты здесь не помню по моему действий заявлено или 11000 11000 по моему будет интересно попробовать со стандартным ножом как они будут работать все и вот так теперь выглядит два total black инстинкта просто посмотрите просто посмотрите просто улыбнитесь и всплакните что у вас нет этой машинки но у меня есть второй точнее это харизма на которую я надел инстинкт корпус и теперь у меня два инстинкта или две харизмы называйте это как хотите 1 харизма с 25000 до 27000 и 1 харизма за 8000 рублей не проебите момент я сейчас сюда еще золотой нож поставлю стандартный от g-rail и я думаю будет прикольно харизма это харизма стал красок будто быстро крат громче чуть-чуть разные звук здесь чуть глуховатый но здесь больше оборотов заявлены поэтому здесь и вибрация меньше и звук чуть-чуть тише и вообще ощущение мощности в руке здесь немножко поменьше харизма это харизма с корпусом ставил крауд и ёб твою мать блять это что одно и то же что вечный вопрос друг мой харизма или ставил крауд что выбрать а смотри в следующем видео это ставил крафт инстинкт в черном цвете его сейчас переобул практически при вас все черное он ли блэк просто алл харизм цвета и переодел ее в корпус ставил крафт и нож джерел стандартный нож джерел сами все видели сами все слышали выводы делайте сами пожалуйста еще раз повторяюсь я из тех людей кто готов платить за бренд переплачивать приличные суммы ради того чтобы работать и наслаждаться с чувством с ощущением того что в руках у меня оригинальный инструмент оригинальный на все сто брендовый оригинальный инструмент ребята этот мир очень полон очень крутых ветерин интересных инструментов не нужно заморачиваться на чем-то одном работать вашим magic липовым мустангом всю свою жизнь и и не повидав вот этих всех кайфов которые в принципе за адекватные доступные деньги если так подумать каждая тачка это может подпиться за несколько смен просто вашим все уже барбер и зарабатывать правда